Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» и с вами Абдулина Арина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите. В КФУ состоялось открытие Пятого международного форума по педагогическому образованию. Решат Гафуров провел встречу с экспертами Общероссийского народного фронта. В КФУ прошла конференция «Непрерывное педагогическое образование. Новые концепции и технологии». Пятый международный форум по педагогическому образованию начал свою работу в Казанском университете. Его работа продлится до 31 мая. Подробности смотрите в сюжете Валерии Муратовой. 29 мая в КФУ состоялась торжественная церемония открытия Пятого международного форума по педагогическому образованию. Форум проводится Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. Сегодня мы уже в пятый раз проводим международную конференцию, которая посвящена строго подготовке учительских кадров. По большому счету для нашего классического университета, когда присоединились два педуниверситета, это было достаточно большим вызовом. И поэтому мы начали смотреть, как же данный процесс осуществляется в разных странах. Мы, учитывая наши собственные подходы исторические, пытаемся трансформировать и процесс подготовки учительских кадров. И это же является критерием экспортной оценки. На пленарном заседании, прошедшем под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова, были определены основные вопросы, ответы на которые предстоит найти в течение трех дней работы форума. Всего в нем принимают участие представители 140 университетов России и 75 зарубежных университетов из более чем 30 стран. Сегодня это большая конференция, которая посвящена и подготовке, и переподготовке педагогических кадров. После этого мы поедем на встречу президента с победителями национального чемпионата WorldSkills. То есть все это как раз говорит о том, что мы роль педагогов, учебных пастеров, производственного обучения, мы ставим по главу угла, потому что какая бы система, методика, гаджеты и все прочее не появлялись, все равно во главе угла стоит педагог. Свыше 600 российских и иностранных ученых обсудят актуальные проблемы подготовки будущих учителей к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. В качестве спикеров на форуме выступят представители университетов Оксфорда, Дублина и других. Боль Казанского университета очень высока, потому что те исследования, которые ведутся в Казанском университете, имеют мировое признание. Вы сегодня видите более 500 иностранных участников, и это не просто те люди, которые приехали в университет со своим докладом, а это фактически те партнеры, которые ведут совместные в той или иной степени крупные, длинные, короткие или микроисследования в области наук об образовании. Программа форума предполагает работу в рамках четырех научных секций, где будут озвучены пленарные доклады спикеров. Валерия Муратова, Ленардо Валитьяров, Универ Ньюс. 29 мая в Институте психологии и образования КФУ состоялась встреча с экспертами Общероссийского народного фронта. Главной темой для обсуждения стали проблемы всех уровней образования и способы их решения. Подробнее в сюжете Алсу Сатаровой. 29 мая в Институте психологии и образования КФУ ректор Ильшат Гафуров провел встречу с сопредседателем Центрального штаба Российского общенародного фронта Еленой Шмелевой с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан по вопросам в сфере образования. Ректор КФУ предложил сконцентрировать усилия новой структуры вокруг приоритетных направлений, развиваемых университетом. Медицины, новых материалов, беспилотных систем, химической и нефтяной промышленности, IT и, конечно, блока гуманитарных наук, центром которых является педагогика. Было бы целесообразно, если бы мы некоторые проекты, которые вы реализуете на площадке Сиберсона, на площадке уже здесь, в центре регионального. Дало бы немного, если бы мы сделали взаимный интеграционный проект. Встреча прошла в формате круглого стола. Помимо изучения положительного опыта реализации национальных проектов образования и культуры в регионе, был обсужден ряд проблемных вопросов. В связи с развивающимися событиями во внимание был поставлен вопрос того, что в школу незаконно проносят оружие. Так, сотрудники учреждения отметили недочеты в обеспечении безопасности и отсутствии единого регламента. Введение такого документа позволит официально принимать на работу охранников за счет федерального финансирования и устанавливать единые правила работы. В рамках пятого международного форума по педагогическому образованию в Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошла конференция «Непрерывное педагогическое образование. Новые концепции и технологии». О том, как она прошла, наш следующий сюжет. 29 мая в здании Института психологии и образования КФУ прошла международная научно-практическая конференция «Непрерывное педагогическое образование. Новые концепции и технологии». Цель конференции – анализ актуальных проблем непрерывного педагогического образования, а также повышение эффективности, качества и доступности педагогического образования. В работе конференции приняли участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты по проблемам предмета подготовки учителя, редакторы зарубежных рецензируемых журналов и баз данных «Скопус» и «Веб оф Сайенс». Спикеры поделились своими впечатлениями о Казанском федеральном университете. Это модерн, это открыт, это реформ-ориентированно. И о том, что я слышал сегодня, и о том, что я слышал с вами и другими коллегами, я чувствую, что действительно есть огромный интерес в участие и оборудование на профессионах, которые, я чувствую, не всегда в каждой стране. Я здесь для третьего раза, поэтому я думаю, что много изменений здесь в Казан в последние три или четыре года. Это очень интересно увидеть это. Вы имеете хорошие вещи, и это вещи, которые хорошо организованы эти учебные программы, я думаю. Я очень впечатляющее от Казанского федерального университета, действительно. И, знаете, когда я стала президентом, у меня был один цель. Я хотела, чтобы мы вернулись в Казан. Вы знаете, большинство наших членов из октября и из стран, и так далее. Поэтому я думала, что мы должны вернуться в Казан. Камиль Гимаздинов, Валерия Муратова, Ленарда Влитяров, Университет. Казанский федеральный университет занимается самыми различными научными разработками. И это работа не только ученых, но и студентов. Об одном из таких наш следующий сюжет. Аспирант Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Фердавс Алиев вошел в число победителей аспиранской программы компании Хальдер Тапсе. Компания является мировым лидером в области катализа изучения физико-химических свойств поверхности. Хальдер Тапсе уже несколько лет состоит в партнерских отношениях с КФУ. Сейчас Фердавс Алиев является сотрудником научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение». Здесь мы непосредственно занимаемся синтезом самого катализатора, выбором оптимального состава катализатора и непосредственно моделируем их уже в автоклаве высокого давления. Уже непосредственно с нефтью, то есть создаем некий модель пласта в лабораторных условиях. Его исследование катализаторов для пластового применения при добыче тяжелых нефтей было отмечено специальной премией в нескольких номинациях. За высокий научный уровень, за научную новизну, за значение для теории катализа и за практическую значимость. Наш катализатор способствует увеличению нефтеотдачи, этому приводит снижение вязкости, увеличение легких фракций непосредственно в пласти. И это способствует добыче уже легкой нефти на поверхности. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В летнем лагере «Буревестник» стартовала профильная смена. Сезон открыли студенты факультета психологии и образования Елаборского института КФУ. Как это было, смотри далее. Летний сезон спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» успешно открыл. Для студентов факультета психологии и педагогики стартовала профильная смена. В рамках смены ребята проходят учебную практику, получая возможность усовершенствовать свои спортивные навыки по многим видам спорта. Легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, волейбол, стритбол и футбол. В нашей лагерной смене у нас все расписано практически по минутам. Это очень хорошо, потому что в нашей обычной жизни у нас режим дня сбит, а здесь мы спим два раза в день, грубо говоря. На тихом часу все устают из-за нагрузки, которая, в принципе, вполне полезна. В течение лета «Буревестник» примет сотни студентов Елаборского и набережных Челнинского институтов, а также школьников со всего Татарстана. Для гостей лагеря будут организованы тематические смены. Лилия Талипова, Селина Иванова, Ильшат Ахмадеев, Универ Ньюс. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok